В Ленинском суде рассматривается дело экс-министра спорта края Павла Ляха. С момента задержания прошло почти 4 месяца. Компания «Мотоверехинские заводы» получила сертификаты на соответствие качества до 2019 года, а их важности рассказали на предприятии. Спорткомплекс «Снежинка» в Чайковском может оказаться в тяжелом финансовом положении. О ситуации рассказали несколько источников. Новости при Каме в прямом эфире. Это Рустам Багизов. Здравствуйте. Арест экс-министру спорта края Павлу Ляха продлен до 3 апреля. Об этом стало известно от нашего корреспондента в Ленинском суде. Ранее также стало известно, что следствие по уголовному делу также продлено до 3 апреля 2017. Экс-министр, напомню, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Павел Лях подписал акт приемки работ по реконструкции стадиона «Динамо», стоимость которых была завышена. Тем самым, по мнению правоохранителя, он способствовал совершению мошенничества, по делу о котором в июне был арестован его бывший зам Руслан Садченко. Он остается в СИЗО. Сумма причиненного ущерба оценивается почти в 30 миллионов рублей. Мотоверихинские заводы подтвердили соответствие международным и военным стандартам. Предприятие получило сертификаты, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества. Документы будут действовать до января 2019. Положительное заключение по итогам инспекционного контроля в декабре 2016 года вынесли эксперты Центра сертификации «Монолит СЕРТ». Стоимость экспертизы не раскрывается. В соответствии с стандартам ИСО 9000, а также двум ГОСТам, обязательным для участия в реализации гособоронзаказа, этот документ дает Мотоверихе право выполнять работы по производству, продаже, также испытаниям и монтажу изделий спецназначения. Эксперты отмечают, что после получения данных сертификатов предприятие может работать на любых рынках. Но в то же время представитель Мотоверихе также добавил, что если бы предприятие не получило документы, то компания не могла бы заключить важные контракты на поставку продукции. Например, после выставки «Металлэкспо» у компании есть соглашение на поставку сортового проката и паковок с механической обработкой. На предприятии также отметили, что наличие подобных сертификатов свидетельствует о высокой конкурентоспособности холдинга, ну и наличие документов, необходимых для выполнения конкретного гособоронзаказа Мотоверихе, который рассчитан до 2020 года. Ранее представитель Минобороны заявлял, что предприятие выпустит порядка 700 реактивных систем с залпового огня. Всполняющая обязанности Минсельхоза при Камея Людмила Коврова не рассматривает себя на пост министра. Об этом она рассказала РБК Перм. Возглавила министерство она после увольнения бывшего министра Ивана Огородова с 24 января. И исполняет она его обязанности. Людмила Коврова отметила, что речи о ее последующем назначении не идет. Сейчас губернатор проводит встречи с кандидатами на место министра. Как заявил в беседе с РБК Перм замруководителя администрации губернатора Алексей Чусоветин, главу Минсельхоза Края объявит на этой неделе. Однако конкретной кандидатуры не называл. Позиция главы ведомства последняя в обновленном составе Кабмина, который представили 20 января. Средства на содержание Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» еще не выделены. Зарплаты сотрудникам назначены из внебюджетных источников. Об этом нам рассказал ректор Чайковского государственного института физической культуры. Центр является частью института. В этом году финансирование учреждений разделено на образовательную деятельность и содержание спортивных объектов. По второму направлению деньги из Минспорта России так и не поступили. Но сумма, по словам ректора, пока не утверждена и не обозначена. В этом году министерство разделяет в госзадание, они утверждают одну сумму, содержание имущественного комплекса, в том числе и спортивные объекты. Они вот пока нам не обозначили, по какой статье это или это будет целевым дополнительным финансированием. Но сумма пока в каком объеме не обозначена. Из того, что нам на госзадание сумму показали, она на сегодняшний день составляет ровно половину, что было в прошлом году. На сегодняшний день, по словам ректора, зарплата сотрудникам назначена из средств прошлого года, и размер будет несколько выше, чем озвученная ранее. Сумма в 7,5 тысяч рублей. По словам директора центра «Снежинка», на предоставление услуг удается зарабатывать 50-60 миллионов рублей в год. Фонд зарплаты сотрудников составляет около 20 миллионов. Остальные деньги уходят на содержание комплекса, но их не хватает. Подобных центров в нашей стране еще два. Один располагается в Сочи, второй в Нижнем Тагиле. Продолжаем следить за развитием событий в крае. Оставайтесь с РБК и до встречи. РБК Перм. Дело. Охрана интеллектуальной собственности. Сегодня в 19.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова